Сегодня на сборке велосипеда спортмастера стелс энерджи зеленого цвета Это самый бюджетный велосипед, который в спортмастере представлен для мужчин, подростков и для девушек Он постарается только в зеленом цвете и стоит он 19 тысяч без бонусов В этом году с бонусами пока подстава, поэтому скидки сделать не могу никому Здесь нам надо вынос перевернуть И сейчас начнем собирать Что мне нравится в стернах, то что у них нежные перья завернуты в картон Соответственно, когда колесо сейчас буду снимать, не испачкается у нас нижнее перо Велосипед после распаковки выглядит таким образом Насколько я знаю, их в этом году собирает на заводе Форвард И у них втулочки для магазина сборки крутятся почти идеально То есть они, по крайней мере, крутятся Сейчас я буду проверять протяжку Но они крутятся хорошо, чуть-чуть подзакусывает Сейчас разберу, посмотрю Разобрал втулки, начинаю крутить И все равно чувствуется Здесь вот подзакусывает Сейчас я попробую протянуть Я думаю, станет лучше Удалось протянуть втулки буквально на 5-10 градусов в каждую гаечку И стало крутиться очень хорошо Минимальное притирание Все-таки не зря я их разобрал Но для заводской сборки Очень даже неплохое качество То есть втулки бы притерлись и в принципе нормально Это лучше, чем в том году вообще все закусывало Теперь берем пыльнички, наносим смазку и собираем Ротора, кстати, были вообще очень плохо прикручены То есть один ротор открутился, грубо говоря, руками Второй с легким усилием То есть винты на роторах надо обязательно прокачивать Протягивать И покрышки не накачивают, но это нормально Это сейчас накачаем Также защиту пластиковую я сниму Потому что она со временем рассохнется Начнет издавать звуки А если правильно настроен задний переключатель То защита не нужна Колеса установлены Теперь ставлю на землю Защелкиваю их полностью в дропаут В крепление под колеса И нормально застегиваю эксцентрики И начинаю собирать руль Переворачиваю вынос Все протягиваю Вот у нас в мастерской Тут может быть рабочий беспорядок Инструменты на коробках Когда мы что-то перебираем Это все, конечно, на чистом столе делается Зато у нас есть инструмент То есть вы приходите в мастерскую Вам должны динамометрическим ключом протянуть Допустим, вот эти штуны Вот написано 5 ньютон на метр Да, вы берете ключик динамометрический Отрегулировали положение Поставили Вот, смотрите Вот он щелкает Значит, все, затянуто 5 ньютон на метр Как узнать, что затянуто правильно Вы одним пальцем Можете поднять 5-литровую баклажку воды И вот этот вес Вы примерно себе представляете Вот 5 ньютон на метр Это вы берете ключик Так, сейчас я упаду Одной рукой не очень удобно Вот, и берете пальцем То есть если вы одним пальцем Не можете дальше затянуть Вот это есть 5 ньютон на метр Все То есть нормальной мастерской Может быть немножечко хаотично Но хороший инструмент Всегда должен быть Чтобы вам Ни резьбу не сорвали Не перетянули ничего Вот, и я собираю дальше руль Рули у нас в этом году, кстати Ну Немножечко кривые На стернах Но все равно относительно ровные Рулевая протянута Вынос протянут Рулевую как затягиваем То есть мы сначала затягиваем Вообще до упора Чтобы просто руль перестал крутиться А потом начинаем ослаблять И вы сначала повернете там чуть-чуть ключ И почувствуете, что немножко похрустывает Потом еще похрустывает Потом чуть-чуть еще повернули И он начинает крутиться легко И хорошо, непринужденно Вот это самое лучшее положение Дальше монетки С завода они идут вот так вот Вплотную к ручке Это не очень удобно Объясняю, как лучше всего То есть вы берете за руль Вот вы как будто едете Вам надо двумя То есть два пальца у вас Держатся за ручку И два пальца на тормозной Или один палец на тормозной Но все равно за руль надо держаться Хотя бы двумя пальцами И вы, соответственно, делаете так Чтобы вам было удобно Двумя пальцами тормозить И при этом большим пальцем То есть недалеко тянуться Когда вот здесь вплотную Сейчас я покажу Вот у меня рука лежит Видите, мне надо вот так вот палец И я давлю не кончиком пальца А какой-то вот этой частью Мне это неудобно А вот здесь я, видите, отодвинул на сантиметр Получается, что я давлю кончиком пальца Мне удобно, мне комфортно И здесь удобно скидывать То есть когда монетка на каком-то расстоянии от ручки От грипсы Тогда мне удобнее работать пальцами Поэтому смотрите Под себя настраивать наклон Кому-то удобно, когда впереди Кому-то удобно, когда внизу Кому-то удобно по горизонтали Я настраиваю в среднем Сантиметр от грипсы И наклон вот такой вот Чтобы когда вы сидите Как бы вы не видели эту ручку Но циферки вы все равно видели После протяжки втулок И установки колес И протяжки рулевой Мы приступаем сначала К настройке тормозов Поскольку у нас здесь все красиво идет По рубашкам и тросикам Соответственно, мы их перекидывать не будем Мы их вот так вот и оставим То есть, видите, они Абраму не чиркают Они заходят красиво Соответственно, я устанавливаю передний тормоз Я устанавливаю задний тормоз И сразу же с этой стороны Пока у меня велосипед вот так подвешен Я проверяю протяжку шатунов Шатун здесь затянут хорошо И прикручиваю педаль Потом, когда я переверну Я сделаю то же самое с той стороны Мы при первичной сборке Не протягиваем каретку То есть, если завода В 99% случаев Каретки протянута хорошо Мы ничего не трогаем Если клиент поедет кататься У него начнет хрустеть каретка Это либо замена каретки То есть, гарантийный случай в магазине Либо он приедет И подкрутим чашечку Но почти всегда Чашечки закручены хорошо А вот шатуны Очень часто бывают не закручены Здесь шатун закручен отлично То есть, в плане сборки Этот велосипед В этом году Ну, скажем так На 4 из 5 уже собран в магазине Это нормально Это хорошо На шатун у нас был надет пакет И на пакете была заглушка Иногда бывает, что В коробке она валяется Соответственно, мы ее надеваем на место И бывает вот такая вот резиночка Резиночка резиновая Это заглушка Вот сюда вот Чтобы не ржавела И грязь не попадала То есть, она не обязательно Часто ее теряет Но если она есть А в этом комплекте она есть Я ее сразу поставил Дальше вот я достал тормоз То есть, на этом велосипеде Тормоз идет отдельно открученный Сейчас я его буду устанавливать И регулировать Так, колесики установили Взяли Самый простой обезжириватель И им протерли Роторы Ротора Такое количество грязи У нас с двух роторов Получилось То есть, тоже опять же Ротора чистые В этом году Стерн радует Задний тормоз завода Настроен идеально Ротор прямой Передний я настроил Ротор тоже прямой И в комплекте у нас идет Даже колпачок То есть, в пакете Со всей этой ерундой Я нашел такую штучку Не выбрасывайте Это колпачок Для тросика То есть, мы обрезаем Специальным секатором Тросик Надеваем наконечник И обжимаем его Плоскогубцами Задний переключатель Стартовое положение Выставлено правильно Чуть-чуть у нас Кривоватый петух И чуть-чуть Кривоватый у нас Переклюк Трещотка у нас Ноу-нейм Чистый Китай Цепь у нас Z7 Причем с выпуклым пином То есть, неплохая Без замочка Есть вот такой вот Пин установочный Передний переключатель К сожалению Смотрите Во-первых, он выставлен Даже не по этим Вот отметочкам То есть, его На самом деле Надо чуть-чуть вниз опустить Буквально миллиметр Но это не страшно Страшно то, что он Неровно стоит Он кривой Итак Смотрите Я сейчас буду перекидывать Рубашки и тросики По более короткому пути По более короткой территории Видите, сколько лишнего останется Вот мне надо сюда завести То есть, сантиметров 5 Может быть, 10 Я отрежу Дальше Вот этот край С завода Он отрезается Балгак И видите, там внутри Ворсинки такие И они будут царапать Тросик Соответственно, я сейчас 5 миллиметров здесь откушу Сколько надо Откушу с другой стороны И развальцую шилом Чтобы тросик скользил внутри Не царапался Вот об эти рваные края Тогда тросик прослужит дольше И вот такой кусочек Тросика я уже отрезал Этот изгиб Мне не протащить И я тросик укорочу Еще намного Чем короче тросик Тем легче ему ходить Внутри рубашки И тем лучше будет Работать переключание Передний переключатель Настроился достаточно быстро И комфортно С магазином он был неровно Как вы помните А задний переключатель Что-то какая-то Слабая пружинка То есть, он Закидывает хорошо Скидывает плохо Ослабляешь Наоборот Закидывает плохо Скидывает хорошо Как-то не очень Мне кажется Слишком дряблая цепь Не эластичная Здесь я уже винтом Подрегулировал Все И так далеко отходит То есть, вот у него Вот именно в голове Не хватает Пружинки Вот в этом месте То есть, сама пружинка На растяжение нормальная А пружинка в голове Спиральная Она что-то не очень Какая-то хорошая Я вот думаю Может быть Несколько звеньев убрать Но здесь, к сожалению Замка нету Я думаю Сейчас уберу Я четыре звена Потому что у нас Кассета Трещотка небольшая И он будет Работать лучше Так, я укоротил Цепь на четыре звена Переключатель у нас Стал чуть-чуть больше Чем 90 градусов Но стало все четко работать Немножечко залипает На середине Где у нас цепь меняет Положение справа налево Но в целом Работает и все хорошо Передний переключатель Тоже настроил Рубашки и тросики Завел вот таким вот образом Очень мне не понравилась Желтая рубашка Может это конечно красиво Но она уже с завода заляпанная Плюс у меня руки Чуть-чуть не чистые К сожалению она пачкается Лучше бы были все черные Вот таким вот образом Завел рубашки Соответственно все это Теперь у нас раму Не будет тереться Все будет очень хорошо работать Велосипед готов Это у нас Stern Sport Energy 1.0 Велик очень мне понравился Несмотря на то, что я Спортмастер недолюбливаю Они меня в том году Карту заблокировали Потому что я всем бонусы дарил Стоит он 19 тысяч Бонусами можно скинуть Еще 30% У меня бонусов нету Не пишите пока За 19 тысяч Алюминиевая рама Дисковые тормоза И трещотка сзади В принципе велик неплохой Весь на турне На шимановском Легкий Вилка конечно через годик закиснет Но достойный велик Вот сегодня привозили два стерна Которые мы собирали в том году Даже сейчас я покажу вам Два вот таких стерна Мы собирали в том году сами Втулки протянули Люди приехали Все отлично То есть никакого техобслужника Кроме протягивания спиц Не нужно А вот этот велосипед Клиент купил сам В магазине То есть вот здесь видите Как рубашки протянуты На нем откатался год Все Втулком Они все хрустят Прям все внутри там песок То есть они не протянуты Были И он хуже работает И у него жалобы Опять же тоже Переключение работает плохо То есть смотрите Как выкручена уже Вот эта крутилка Работает плохо переключение Потому что видите Какие хвосты огромные И как вот здесь все сделано То есть человек Соконал 600 рублей В том году И попадает сейчас Намного на большую сумму На переборку втулок И регулировку переключателей А другие люди приехали Откатались год То есть прошлое лето Зиму У них все работает отлично Они попадают Только на протяжку колес Поэтому думайте сами Решайте сами Где вам соберете велосипеды Смотрите какой красивый велосипед Получился Все собрано Все работает Яркий кислотный цвет Передачи настроились Вот в таком положении Переключатель будет заднее Работать нормально Адекватно Потому что все равно Когда вы будете уходить На большую звезду сзади Впереди вы все равно Должны будете скинуться На более маленькую звезду Крылья из спортмастера 400 рублей цена Не закрывает вообще ничего Вот так вот они висят Не знаю зачем их клиент купил Ну Хозяин барин Передняя Я советую вот эту дужку Чуть загибать Чтобы она никогда Вниз не съезжала Все Готово Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok